Доброе утро. Нам сейчас сюда. В Ладу. Повезем тайсики. Тайсики такая-то, они легенькие. Вроде потеплело. Автономочка включилась утром. Сейчас сел в кабину, прям тепло, классно. Прям хорошо. Мне прям радует эта китайская автономка. Про нее снять, рассказать вам. Стоит фигню там вообще. 10-800, по-моему. Очень удобная. Вовчик, смотри, он как надо приучать. Техкоров, блядь, ебай. Эвакуаторщик стоит, нахуй. Техкоординатор загружает тачки. На прищепку задом пошел, блядь. О, молодец. Что, попробуем так сключаться, скажем, техкором. Пусть загружают. Техкоординатор загружают. Я худиваю. А он ходит, он что-то там. Ремешки накидывает. Перенимаем. Че, блядь. Китайцы, говорите, говно, да? Блядь, пластиком с клеем так воняет, что херить можно. Хеллоу, лада, блядь. Не, пацан. Ой, блядь. Что-то же тарахнет, блядь. Ну, ребята. В тот момент, когда лучше тогда вообще ничего не покупать. Любовь уж на японец. Если вы прям стремаетесь китайцев брать. Я манал. Просто жесть. Пиздавали. Следующий. С кондерами. Уже на механике. Блядь, ну не миллион восемьсот там или миллион девятьсот, да? Как в роликах все шутят. Блядь, на девятьсот максимум. Ну, блядь, куда так гнать такие цены? Глянем, что там колейка выпадает. Чисто я взял бы под жопу, по такой бы. За запчастями ездить. За хлебом. Потом, как начнется тюнинги. Не умотание роков, как диски. Блядь, ну. Даже если бы были такие бабки, я бы два мультаса ладов и не дал бы. Нахер надо. Все, погнали мы. На Краснодар. Завтра у меня Сочи. Надо из Сочи что-то найти. Сейчас мы с Витьком выйдем из города. Надо заправиться, взять кофейка. Кофейка возьму и что-то, что-то, что-то. Да и ничего, все. С Краснодара пока ничего не нашел. Но я ее и не искал. Скорее, если, наверное, искать не буду. Поеду к Жене, заеду. Потом домой. Может, пока у Женьки будут что-нибудь и найду. Эй, пацаны, я езжу не с одним и тем же стаканом. Я на выезде израстал. Где-то напротив соленого всегда останавливаюсь. Беру кофе-лайк. Большое капучино со льдом. У них там куросаны офигенно вкусные. Они сами пекут прям вообще бомба. 170 рублей, да, дорого. Но ты знаешь, за что платишь. А кофе, большой стакан, 170 рублей. Хотя на заправках везде по три сотки. Так вот я к чему, блин, тут. Понимаешь, за что бабки, даешь, он вкусный. Настоящий военный кофе. А там шляпа какая-то непонятная. Столкнулся с такой проблемой, что в Краснодаре что-то вообще не нашел ни одну точку бариста. Ни мобильная, ни ларька. Я вот, например, люблю кофе вкусного пить. Нашели, еще более-менее делают кофе. Ну, там автомат этот варит, блин. Что за кипиш, блядь. Нашел, сука, место. А, мадам, извините. Мадам захотелось там остановиться. Так вот. Блядь, на заправках по 300 рублей стакан кофе, который, блядь, просто лягушками воняет. Не знаю, блядь. Что-то скажете, это, может, на одной там не помыли кофе-машину. Да, блядь, где не остановись. Газпром, Лукоэл, Руснеев, говно. Я чаще беру и по возможности, если прям прибегло на трассе, это на Шелле. Ну, во-первых, там на 100 рублей дешевле, чем на других заправках. Более-менее там что-то похоже на кофе. Вот так вот. Тазики возить, это лучшая работа на свете. Блядь, они лёгкие, просто капец, как будто пустой едешь. Сейчас на заправку заедем. Помчим до Краснодара. Из Сочи ничего найти не могу. Такое место как бы дырявое. Тут тяжко что-то вообще найти. Ну, вот такое кино. Питёк на газоне поливает. Сейчас его останавливали на цикровой балке. Я проскочил, а видео остановили. Проверяли Винкод, табличку на прицепе. Видимо, опять у кого-то спиздили в Краснодарском крае. Аплодисменты на прицепе. Ну, еще тут. Говорят, Соляра очень медленно бежит. Странно. Медленно бежит. Сейчас проверим. Площапки нас наебали. Сейчас Витёк выгрузится, потом я в полосе. Прикроем друг друга. Фу-фу-фу. С Краснодара ничего не нашел. Постой, наверное, поедем домой. Да, побыстрее вернуться, бы отдохнуть. Завтра утром новый рейс. Обычно я зимой здесь моюсь в автобусном полке. Но что-то я... У меня нету сил ни хрена мыть сегодня машину из самого. Поэтому отдам я денежку. Вот здесь у меня стоит тысяча рублей помыть с прицепом. С пеной, с щеточками. Там бак, антимаш караси, с мордой, там лопедори, от радиатора. Тысяча рублей. Все. Помыли королеву, блядь. И вот херат на стекло. Но для денег это слишком маленькое, да, желтое пыло? Видно его, нет? Пчелка серанула, наверное, такая. Лучше барьёв какой-нибудь серанул бы. Все, едем на погрузочку. Жарко, капец. Я в майке. Благодарю, что я с собой майку взял. Время полвторого уже так давит жара так. Мояки, какие-то ангарок строят модные. Сейчас загрузимся и едем Ростов-Краснодар-Сочи. В Сочи завтра выгрузимся и потом надо заехать в хостел, забрать машину на Краснодар для Михаила. Коллега. Ну, помчали. Вот этот седан, наверное, какой-то из этих поедет. H5 премиум класса. Сейчас рассыплюсь. Загрузимся и поедем. На машине скол был. Перед тем, как загрузить, принимал, смотрел. СС есть, но у нас прицеп сзади будет. Короче, краска отбита. Так, снимаем видео для Логограда. Ребята, которые сигналы продают до турецкие. Вот такие у меня сигналы. Короче, фартануло мне. Прошел горячий ключ, весь ремонт дороги вообще все ходом пролетел. Хотя там вчера, позавчера лютые пробки были по 20 километров. Все проскочил. Уже в Молдавановке, потом дальше Дефановка и развилка Геленджик, Джокба. Наверное, в любимой кафешке не остановлюсь, полдевятого. Хочу побыстрее до Сочи, до Мотылять, чтобы лечь выспаться, потому что завтра тоже куча дел. Такие дела. Асфальт новый, дорога вообще бомба. Прям вообще супер бомба. Тут всегда в принципе по побережью, по горам везде дороги хорошие. Когда оно еще и новое, это вообще прям кайф ехать одно удовольствие. подзаправится, подзаправится или уже до Сочей доделать, не знаю. Короче, надо сделать так, чтобы по минимуму останавливался. Папочка дома. Соскучился за серпантином. Малыш там сзади едет на Аравахере. Куда ты меня привез в горы какие-то. Погода бомба. Свежо, тепло. Там октопсы спускаемся. Сперевала едут. На Малого ничего не нашел, да и времени не было искать. Надо включав так до утра успеть попасть. Короче, в пробку я не попал, не повезло. проскочил. Да и на серпантине не скажу, что какие-то пробки сегодня или какая-то движуха. Еду шустро. Поэтому думаю часа через два, три, наверное. Ну, не два, через три точно буду. Сейчас намагри мои любимчики меня по-любому хлопнут. А я без тонировки. Вот это да, капец. они сейчас расстроятся. Я думал, до утра буду ползти с пробками, но фартануло. Проезжал свой любимый пост Магри. Уже проехал стоп-контроль. Остановили такие Артурика как-то так без тонировки. А где дизайнеровка, он говорит? Где тонировка? Как где? Все. Я теперь без тонировки. Как так-то? А как мы? А вот так. Ищите другую корову, которую вы будете доить. Короче, поржарь. Ничего не стали не проверять, не документы, ничего. ТТМ-ку посмотрели на товарную машину и отпустили. Хотя в чате эвакуаторы и фу, ребята сейчас писали, говорят, там транспортный контроль стоит сами. Никаких весов, никакого транспортного контроля никого там нет. Все проскочили вообще на ура. осталось еще часика два. Если недели реверсов не будет и пробок и в Сочи надо еще найти где перекусить. Живу сейчас обломами, обломками не той любви, попытками не той любить, что нужно. Теряю смысл, ну и пусть невыносимый стала грусть и в комнате, что с потолком мне чуждо. Я поплыла в океан, жила б красный сарафан и я б забыла, что ты есть, я б не лезла в эту сеть, я бы, я бы, я бы, я бы, я бы не была бы здесь. Я поплыла в океан, жила б красный сарафан и я б забыла, что ты есть, я б не лезла в эту сеть, я бы, я бы, я бы, я бы, не была бы здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро Мы в Сочи Да ты шо Погода бомба Короче Сейчас собираемся Выгружаемся Потом в другое место загружаемся И на Краснодар Кайф, что пробок нет, тишина Машины не ездят в воскресенье Обычно здесь, когда в понедельник спишь Тут вообще ужас происходит Блин Дают поспать грузовые, легковые Че, погнали Распаковка Кайф Я не помню, я уже снимал, по-моему, здесь Уже гружался не раз Таким, Борисово Сочи Тут даже полоса Такая выделена для авто Вообще с парковками Вечная проблема В таких Текстных городах Маленьких Так в большую В Москве Ну и раз Было Повсложнее где-то стать Чем в Сочи Сегодня воскресенье Нет Вообще Кайф Без головников Машин нет Тишина Я думаю, сейчас быстро все сделаем Будет все хорошо Проскочил Ночью вообще здорово Очень быстро доехал До Сочи Меня Даня встретил Съездили Перекусили в Маке Подолго болтали Наверное, часов до двух Или до трех ночи За машины За газели Спасибо тебе, Даня Если смотришь Так, ну и по планам Нацхоста Загрузка Выгрузка Краснодар Из Краснодара Я еще вообще не смотрел Вова зовет Новороссийск в гости Все, выгрузился У них вот бариста На территории Вот это уровень Сейчас зацепимся И едем в хост Кайфы Погода лучня Просто погода Топ У нас есть свое Майами, да? В России, пацаны У меня круглый год Офигенно Офигенно Привет, твоенька Я как всегда Красиво встал Сейчас малышку Это заберем Газелисты Не бросают нас На газели Ниже чем она Не бросать нас Знаешь Резод Красиво dagуй Не бросаю Неб piточки Неман 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...